Сорунбай Джейнбеков провел встречу с родственниками погибших во время июньских событий и представителями общественных организаций. Во встрече с главой государства приняли участие представители таких общественных организаций, как Бирдик Тюэль, Ошук Ясында, Даин Сызбалдардын Энелерим, Щейтер Берим Дигим, Ошуку Ясынын, Даин Сыздарэм, других. Джейнбеков еще раз выразил им соболезнования, отметив, что потеря родных и близких является невосполнимой утратой, которую тяжело перенести даже по прошествии многих лет. Для многонационального Кыргызстана сохранение межэтнического согласия является очень важным вопросом, отметил глава государства во время встречи с родственниками погибших во время июньских событий и представителями общественных организаций. Участники встречи затронули вопросы, касающиеся текущей общественно-политической ситуации. Укрепление межэтнического согласия в стране выразили удовлетворение деятельностью мэра города Ош и полномочного представителя правительства в Ошской области. Также были озвучены вопросы личного характера, на которые получены ответы. Они выразили благодарность главе государства за его личное внимание и теплую беседу, пожелали ему успеха в работе, направленной на развитие страны. Пусть история 2010 года никогда не будет повторяться, пусть в нашей южной столице всегда будет мир и спокойствие. Вот в нашем доме есть 75 квартир, где проживают представители узбекской и кыргызской национальности. Мы живем в мире и согласии. Я желаю, чтобы дружба между двумя народами только укреплялась. Пусть матери никогда не теряют своих детей и желаю, чтобы они жили под открытыми мирным небом. Спасибо вам большое, что вы всегда помните о этих событиях. Мы тоже каждый год проводим митинги реквием и поминаем погибших в тот день. Президент выразил благодарность присутствующим за их поддержку, что, несмотря на потери родных и близких, они не потеряли веру в жизни, вносят свой вклад в развитие своей страны. Подчеркнул, что Кыргызстан силен благодаря таким личностям. Наряду с поминанием погибших он призвал объединить совместные усилия для дальнейшего развития страны. Глава государства еще раз пожелал им благополучия, крепкого здоровья. Сорумбай Джеймбеков подчеркнул, что решение вопросов, озвученных ими, всегда находится во внимании государственных органов и местных властей. В тот же день президент Сорумбай Джеймбеков провел встречу с руководителем представительства общественного объединения «Интербилим ВОШ» Гульгакэ Мамасалеевой. Состоялся обмен мнениями о ходе реализации судебно-правовой реформы, цифровой трансформации на местах, о вопросах незаконного строительства, в частности, на территории комплекса Сулайманто. Гульгакэ Мамасалеева также обратила внимание на вопрос защиты прав тех лиц, чьи дома попали под снос. Она высказала мнение, что продвижение реформ в стране должно быть под личным контролем президента. Сорумбай Джеймбеков подчеркнул, что реализация судебно-правовой реформы проектов по цифровизации страны, обеспечиванию населения чистой водой, ирригации приобрела необратимый характер и находится под его личным контролем. Как было отмечено, все озвученные вопросы будут приняты во внимание задействованных государственных структур.